Всем привет! Меня зовут Евграф, это Едим ТВ. И сегодня мы сравниваем 8 видов колл в новом выпуске рубрики Pay-Off. Pay-Off это рубрика, в которой мы сравниваем 8 чего-нибудь по олимпийской системе, то есть попарно. Все конкурсанты разбиваются попаром случайным образом, после чего жюри вслепую тестирует их, то есть не знает где что налито, и говорит, что им нравится больше, что меньше. Победители дальше соревнуются в полуфинале, дальше в финале, и в итоге определяется победитель. Сегодня мы тестируем коллы, ну естественно по случаю того, что Кока-Кола объявила об окончательном уходе, с Пепси не очень понятно, и много есть российских аналогов, посмотрим вообще достойны они или нет. Ничего не подозревающими экспертами сегодня являются Лиза Гончарова и ее братья Виталик и Феникс. Все они мои дети. Сегодня наши эксперты будут тестировать Кока-Колу, Пепси, Кул-Колу от Очакова, Черноголовка-кола, Фрэш-кола из Пятерочки, Джамбо-кола, Калинов-кола и Фанки-Манки-кола. И естественно протестировать все отечественные колы невозможно, их слишком много, мы ограничены восьмью, но я подумал, что достаточно популярные я все выбрал. Единственное, Белокола, которая правда белорусского производства, но которую в комментариях я регулярно вижу, она до тестирования сегодня не добралась, потому что она, во-первых, не так часто в России встречается, хотя встречается, и во-вторых, я не видел маленьких бутылок. А сегодня я прям купил все пол-литровые бутылки для супер-чистоты эксперимента. Сразу дисклеймер, мы не спроспонсированы сегодня вообще никем. Напиток, который победит, это не значит, что он там лучше всех, это субъективное мнение трех человек в определенных обстоятельствах, там в определенном формате и так далее. Вы можете воспринимать это видео просто как развлечение, если хотите понять, что нравится лично вам больше, то устройте такое же слепое тестирование и, пожалуйста, выберите своего любимчика. Мы не побуждаем вас покупать ничего из того, что сегодня будет тестироваться. Единственными спонсорами сегодняшнего видео можете стать только вы, если подпишетесь на наш Бусти, либо на Патреон, если вы не в России. Это нам сильно поможет, а вам даст доступ к дополнительному третьему видео каждую неделю. Спасибо большое. Ну и можете просто задонатить, все ссылки в описании. Итак, приступаем к первому четвертьфиналу. Все напитки комнатной температуры, наливать я их буду без всякого алкоголя, без льда, просто в охлажденные бокалы. То есть эксперимент будет максимально чистым. Сразу пометим бокалы красным и синим. И в первом четвертьфинале встречаются фанки-манки-кола-классик и черноголовка-кола. Синий у нас будет фанки-манки, а красная черноголовка. На этом, собственно, все. Вызываем экспертов. Мне кажется, тут выбор очевиден, честно говоря. Так, а куда мы отправляем тебе? Все, ставки сделаны. Теперь можете обсуждать. У нас тут однозначный результат. Ну, тут, да. Да, мне тоже показалось, что все ответили, что это красный. И мне кажется, из-за того, что красный, он насыщенный, похож на колу, а синий какой-то нет. Синий, кажется, как будто это кола, которую вот оставили жарким днем в стакане. Она простояла неделю, и потом ты ее пьешь. То есть там нет газа, она уже какая-то... И как будто бы палец туда. Вот так сделал и говорит, пей. И водой еще разбавил. Вот это синяя, да. Еще она какая-то такая более кисленькая, более странная. Вот красную, когда, ну, пробуешь. Хочется, захотелось бы пробовать еще раз. Да, 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 я тоже в первую очередь взял, думаю, а правильно ли я сделал выбор сегодня? Оказалось, да? Да. Красный вариант, он достаточно насыщенный, он очень ароматный. Ты сразу же поймешь, что это такое. Ты пьешь колу. А вот синий вариант, ты пьешь, и ты такой... Это какая-то пародия для бедных. Типа плохой какой-то запах, вот непонятный, не похожий толком ни на что, в принципе. Ну так, слегка только. Ну, честно говоря, что красная, я думаю, что кола должна быть, настоящая кола, что она должна быть как будто бы еще более насыщенная, чем вот эта. Ну, это мы, возможно, попозже еще. Да, просто сейчас мы на контрасте, нам кажется, боже мой, это взрыв вкуса, а это какой-то отстой. А в этом и весь смысл, знаешь, мы, когда вот будет там полуфинал или там следующий какой-либо этап, возможно, эта кола выйдет с какой-нибудь другой колой и будет все абсолютно наоборот. А это действительно как кола с Алиэкспресса, с какого-то получилось. Посмотрим, 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 но пока я вот, ну, мы все, видимо, единогласны, красный вариант, он прям разительно отличается от синего в лучшую сторону по всем параметрам. Второй четверть-финал, в нем встречаются фреш-кола из пятерочки и кока-кола из казахстаночка. Я не знаю, можно ли в России еще найти кока-колу производства России, но, мне кажется, уже сложно как минимум, поэтому используем казахскую. Фреш-кола у нас будет синего цвета, а кока-кола красного. Это случайное совпадение. Про фреш могу сказать, что я использовал когда-то в каком-то Ричен-Бич фреш-лим-лимон, или как только так он называется, фреш-лимон, по-моему, который аналог Спрайт Севенапа, и он был довольно-таки неплох. Пора тестировать. Раунд два. Как будто бы ничего не поменялось. Здесь сейчас, прикиньте, то же самое просто. Ну, во-первых, здесь все может быть. Да. Во-вторых, а что тут меняться? Цвет колы, он как бы не меняется. Цвета маркеров, они тоже не меняются на данном этапе. Меняется только цвет фона, который я забыл поменять. У всех теряемые с кабаром, да? Да, просто. Что синий, что красный, они весьма разные. Они очень разные. Да, они очень разные. Они оба недостаточно хороши. Они точно недостаточно хороши. Но они очень сильно разные. И почему я выбрал красный вариант. Я тоже. О, Виталий. Все? Да, я тоже красный. Все выбрали красный вариант. Короче, вот реально, как я и подозревал, потому что они хоть оба невкусные, но красный хотя бы он похож на колу, на оригинальный. Да, а у этой вкус, то есть даже если убрать уровень газированности, убрать уровень сладости, у колы все равно есть вкус. и вот у этого вкус чего-то совершенно другого я просто выбрал из двух зол наименее хреновую это вот красная версия я даже не то чтобы наименее хреновая выбирал я выбирал наиболее похожую на колу они оба какие-то избыточно сладкие местами такое ощущение что даже там ну типа не сахар какой обычно сахар в этом в коле еще где-то типа незаменитель какой-то сахар странный даже и при этом еще недостаточно газированные оба да мне показалось то есть кола она такая более ядреная тут как будто они снова выветрили да да это вот то что после вчерашней вечеринки осталось в бутылке все что обычно нам дают на съемках так опять единогласно победил красный третий четверть финал в котором встречаются пепси кола и джамбо кола джамбо кола это казахстан и кстати этикетка тоже похоже на кока-колу я не пробовал но ее часто просили в комментариях видео где мы сравнивали колу пепси очакова ну а пепси все знают это кстати российское производство все еще город солнечногорск по моему самая высокая пена у нее из всех сегодняшних хотя наливаю я с одинаковой интенсивностью вызываю экспертов снова да ничего не поменялось опять и в графном все сложнее и сложнее задачки подкидывает просто сложнее и сложнее он так как-то я не знаю случайно у него получается или нет но он именно те кого сопоставляет которые как бы фиг поймешь тут просто тоже для меня был выбор очевиден и по той же причине что и в предыдущем раунде красный вариант почему-то больше похож на колу кислинка там присутствует той который не было в предыдущих колы за которые мы голосовали в синим варианте получалось вот там какие-то избыточная сладость присутствует который мне понравилось но я все равно проголосовал за синий мне очень сложно было сделать выбор в синим что мне понравилось что здесь как будто бы из всех кол что мы попробовали вот этот это первое где достаточный уровень газированности и не знаю газированности газация звучит очень пафосный как будто так оно и должно звучать в общем всем впервые достаточный уровень газации да именно скорее всего именно поэтому я тоже проголосовал за синий вариант потому что меня устроил уровень газа то есть это действительно похоже на сладенькую газировочку то есть не вот это вот фигня которая поставила на солнце со вчерашнего дня эти налили в стаканчик а вот типа что-то свеженькое те открыли мне почему-то кажется что синяя версия вот она более кислее чем красная почему-то не знаю может мне так только кажется что ты скажешь мне кажется что может быть они и одинаковые по вкусу но из-за уровня газации кажется что мне тоже кажется что это как будто тоже чуть покислее но это из-за из-за вот газировок кислее да потому что из или кислого газа он же на вкус кислый углекислый газ может быть именно поэтому угольный угольный кислый до углекислый газ ночью идите на возможно из-за этого показалось что чуть более кислая и мне понравилось прям хорошо но эти два кажется лучше да чем предыдущие однозначно обам предыдущие то есть это уже как-то можно вот тут опять же смотри они оба получились хорошие но тут кому-то показался один кислее другой слаще кому-то наоборот это тоже интересно то есть получается они ну типа и серии плюс-минус но будешь ли ты спорить с одинаковым уровнем газации голубом варианте он более газированный и возможно потому что мне обычно нравится менее газированные напитки но вот он мне понравился меньше но хотя это я тоже заметил и возможно опять же из-за этого мне показался наоборот более сладким и более приторным вот то есть я сколько раз его не пробовал но именно казался приторным что у меня вот аж во рту ощущение вот вот этой вот сладости сахара остается в красном такого не то есть это важный момент учесть что фениксу нравится менее газированная а нам нравится более не зря мы брат с сестрой и наконец четвертый четверть финал калинов кола дмитров и кул кола очакова про калинов ничего не знаю ничего сказать не могу наливаю как и все она у нас будет синего цвета кул колу мы уже тестировали а также фант спрайт ну аналоги качаковский можете посмотреть в углу и даже с алкоголем сравнивали что лучше пепси кола или вот это кул кола соответственно красная приглашаем экспертов хватает чего-нибудь а если не схвачу я ничего не хочу смотрю все проголосовали не понравился это что такое причем я начале выпила красный и подумала блин но нет никаких шансов что он выиграет потому что не очень хорошо а потом я попробовала синий и поняла что я вот попробовал наоборот я сперва пробовал синие мне не понравился и в том числе кстати из-за того то что в нем по ощущениям минимальное количество газа красный я попробовал и при этом я не скажу тоже что у меня типа супер понравился он тоже плохой да вот и в нем очень странный какой-то привкус послевкусия медовая это у синего послевкусия медовая возможно да у меня значит это супер послевкусия мне кажется мы его не отмоем изо рта теперь никогда вот после этого промежуточные итоги да вы проголосовали у нас четыре четверть финала прошло то есть вы попробовали все чтобы сегодня пробуем вот здесь какие-то мысли у меня единственное что вот прям недействительно я могу сказать что мне прямо понравилось это в самом первом четверть финале красная версия ты ничего пока даже близко не подобралась к этому ну на мой взгляд я вот плохо на самом деле забыла все 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 предыдущие где там что было я помню что зафиксировала что вот на третьем этапе четверть финала была кола с сильной газацией и вот мне кажется что наибольшая вероятность что это настоящая кола потому что у настоящей колы очень сильная газация обычно я вот извиняюсь но тут тоже мед есть сейчас попробуем прям в обоих чересчур много сладости я как любитель сладкого даже я могу заявить что в них дохрена и больше сладости очень но мне кажется что мы можем смело заявить что оба эти варианты это не кока-кола я больше склоняюсь к тому что это скорее всего не кока-кола в принципе это возможно там как он называется доктор пеппер или там какой-нибудь фанта нет 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 я имею ввиду что просто это что-то другое это типа заказ какой-то подкову вот это точно но вот это может быть какая-нибудь русская версия первый полуфинал не встречаются кока-кола и черноголовка я долил из тех бутылок у меня еще есть дополнительные запасные бутылки цены для финала что там было свечи водичка приглашаем экспертов розовенькая и оранжевенькая морковные цвета но за чтобы мы могли отличать чем финала полуфинал а там сейчас напьемся безалкогольные колы и перестанем отличать вообще розовое и оранжевое то что мы выбрали то что прошло благодаря нам или благодаря вам обоим или благодаря нам обоим ну что я голосу и голосую я знаю за что я осознанно голосую можно уже свой рот открывать до открываешь гид я прям уверен на тысячу сто пятьсот миллиардов процентов что розовая версия это то что было в красная версия в самом самом начале первое то что мы попала себе это прям я уверен руку вот так на течение даю вот так вот в кадре положу прям если я не угадаю феникс отрубишь мне от грузу тогда я прям уверен прекрасная весь не знаю что там не знаю из чего там все но почему-то это просто обалденно и мне прям очень нравится оранжевая тоже неплохо но как-то она выглядит наравне с розовой она как это ну блеклая типа но она тоже хорошая но прям вот и если из двух выбирать то однозначно розовая а я выбрала оранжевую и у меня есть свои аргументы вкус чуть более яркий кажется у розовой но там есть какой-то оттенок вкуса который не похож на кока-колу у тебя своя задача на у вас тут свои как могут эти соревнования у меня своя задача найти нет мне просто вкус оригинальной кока-колы он как бы нравится и поэтому любые какие-то примеси вот как в предыдущем был медовый этот при при вкус мне не нравится что он там есть и здесь как будто бы тоже есть какой-то привкус я для себя во первых я проголосовал за розовый вот прям вот здесь вот на тему газированности то что мы говорили в данном случае мне розовый показался более газированный чем оранжевый да в данном случае это хорошо потому что из-за этого оранжевый кажется кем-то более сладким сравнении с розовой версии и знаешь менее каким-то ну типа балансным если даже это коли можно применить но вот то есть когда я пью розовый например здесь всего хорошо в меру достаточное количество газов не чрезмерное для меня достаточная сладость и под конец вот такая вот легкая кислинка идет ну который я обычно привык в оранжевой версии почему-то этого не ощущается то есть там у тебя так монотонно идет сладость везде в ней все монотонно идет вот в том-то и дело врус точно более яркий у этой у розовой это сто процентов но вот мне просто показалось что там как будто бы есть что-то да дополним под конец вот сейчас я тоже попробовал что-то есть но все равно это вписывается в общую как бы концепцию колы у меня к ней в целом вопросов нет ну то есть это это можно пить можно и нужно что-то них теорема анти эскабара вот так кока-кола и вылетела из нашего соревнования переходим ко второму полуфинал днем встречаются джамбо кола казахская и кул кола не казахская кстати забавно что объем всех бутылок реально 05 то есть раньше я помню были всякие там у пепси был 06 кого-то там чего-то еще как-то они менялись а тут все четкие ну я практически одинаково наливал практически одинаково и осталось каждый бутылок эксперты я уже выпила честно говоря столько колы что мне кажется вообще не я больше не хочу сделаем под подождем короче пару дней мне уже все немножечко на одно на один вкус кажется не знаю я прям очень удоволен побольше бы таких пивов я прям вот это просто любитель сладкого я тоже теперь знаю что откуда как мне кажется тот полуфинал был лучше вот я бы лучше выбрала в финал вот тех двоих вы не согласны чем вот эти двоих да что вот а можно нам вот тех просто нам не разрешили я тоже на распуте немножко как говорит моя мама еды пальцем не задаешь вот она говорит вот так мама говорит кровь не вода которая не вода это сложно не знаю для меня есть свои плюсы и минусы я тоже нет да я не могу быть 4 утра на белую доску маркером записываем так я проголосовала я тоже но мне как бы я хочу сказать что единогласно здесь опять же ссоре что я вставлю свою как там это слово я выбрала чисто но газация чуть повыше в розовом чем все проголосовали за розу я выбрал розовые по другой низкой причине как я уже говорил до этого вот какое-то добавление вот этого пикантного вкуса или еще какого-то там карамельного там доктор пеперовского медового я не знаю как это сказать это хорошо но все хорошо в меру то есть оба вот этих вот представленных вариантов добавляет какой-то вот этот лишний непривычный вкус и оранжевый его добавляет в избыточном количестве розовый его добавляет но в терпимом количестве что вот этот из четвертого четвертьфинала было два избыточных вот мне кажется это один мне тоже показалось но на самом деле вот предыдущие полуфиналы и розовые это три терпимых варианта уверенная такая уверенный такой тройничок как и мы подписывайтесь на наш канал на порнхабе итак финал в котором выяснится все до него дошли черноголовка кола нальем ее фиолетовый бокал и джамбо кола который я почти ничего не слышал до сегодняшнего дня она будет желтая и в последний раз призовем экспертов делаем ставки сможем ли мы безошибочно определить где есть кто я тут делаю ставку смогу ли выпить еще хотя бы один глоток этой сраной колы подожди она уже не сраная финала нашли тут лучше из лучших между прочим так что сможешь ли ты сделать еще один глоток этого божественного напитки которые ты сама же и выбрала в том числе я постараюсь не знаю почему не так негодует я доволен максимально вообще просто отличить просто у нас виталий сладкоежка немного ну как немного много я видел как он съел вот этот вот тюбик со сгущенкой практически мгновенно в одним залпом короче я уже не вообще не могу ничего отличить у меня уже весь я даже пробовать него я знаю я нет я ради ради ну ради чистоты конечно надо попробовать желтую версию но я вот только взял стакан поднес его к своему носу и все я уже понял я уже понял что я хочу выпить на целиком тут я понюхаю за одну желтую желтая кажется это вот та которая чуть-чуть с привкусом я все знаю я голос у меня не хватает того немножко третьего который скинулся из-за вас ребята который был в первом полуфинале на финале победил единогласно фиолетовый газация все-таки интересное как только я начал делать глоток еще даже в рот ко мне это не попало то есть как это кола коснулась моих губ именно по ощущениям от газов я понял что это скорее всего тот самый вариант который был в первом полуфинале у нас но этот соответственно который был во втором да да причем интересно что вот этот вот условно медовый привкус он сейчас как-то не особо ощущается вот и второй вариант почему вот я выбрал именно фиолетовую версию потому что в конце идет кислинка а здесь не идет вот той самой кислинки ну по крайней мере как фиолетовым она может быть и есть но фиолетовым прям четко то есть ты пьешь сперва ты чувствуешь газики потом ты чувствуешь сладость потом ты чувствуешь эту кислинку у меня уже под конец мне кажется все мои вкусовые вот эти вот сосочки на языке просто забиты сахаром вот так вот и я только по газации определила что окей вот это тут более шипучая что-то выберу его вот у меня по сути тоже и после вкусе и все мои же сосочки требует продолжение банкета они просто в восторге от фиолетовой версии так что да вот все наши конкурсанты сегодняшние были здесь какие-то комментарии по поводу дизайна этих бутылок я расскажу кто где победил кто дик проиграл и так в первом четверть финале встретились фанки манки фанки манки и черноголовка победила черноголовка выбираю фанки ура это один из всех дизайн который мне не понравился я надеялась что мы не проголосовали за него второй четверть финал фреш кола и кока-кола и победила кока-кола это тоже очень плохой дизайн артемий лебедев не надо халазь 3-4 финал джамбо кола победила у пепси между прочим правда со счетом пепси проиграла подожди со счетом 21 а джамбо кола выиграла вот она дальше калина в кола и кул кола победила кул кола тоже хорошо еще один отвратительный дизайн короче я рада что мы вот за самый ужасный дизайн мы вкусом не проголосовали то есть дизайн и вкус сошелся так идем дальше полуфинал черноголовка победила со счетом 21 у кока-колы и кстати говоря кто-то это реальная кока-кола да я говорила что я проголосовала правда надо сказать что это казахская уже кока-кола потому что в россии ну я уже не делают но я видимо мало осталось поэтому я не нашел в своей игре я оказалась победить джамбо кола и кул кола и со счетом 30 победила джамбо кола неожиданно . кола проиграла это в как а дальше у нас финал черноголовка или джамбо кола виталик отдал руку на отсечение что это был там тот который был там там короче и правильно виталика остается с обеими руками потому что черноголовка у нас победил джамбо кола в итоге в финале вот черноголовка вышла 1 правы были знаешь те комментаторы которые еще под тем роликом рекомендовали говорили головку да да говорили черноголовка это типа лучшее что было с колами я им но не то чтобы типа не верил вот но но не настолько что вот она у нас действительно победила все колы но в итоге те вот та мощная тройка которая нам понравилась троим это было вот 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 так она выглядит ну в общем да вот эти джамбо кола и кока-кола они встретились там в каком-то полуфинале поэтому кока-кола так сказать отдала пальму первенства эти три они в принципе все три все достойные варианты достойнейшие но опять же в коктейле если то есть просто чистым пить и сравнивать вот так рядом это одно дело безо льда безо льда холодная меньше чувствуется вкус там с алкоголем тем более ну то есть а всем аутсайдер наверное да которым сильно не понравились их может быть и заметно будет в коктейле все остальное то есть большинство из того что сегодня было на все типа но вообще как мы знаем но не то чтобы большинство но ощутимое количество людей смотрит этот самый канал и при этом они не пьют ну вот и возможно им этот эксперимент покажется интересным важным и полезным что самое главное а не только алкашам вот так что ставьте лайки не забывайте пишите что все куплено короче что естественно все проплатили кто нас сегодня черноголовка проплатил а очага в этот раз решила не платить поэтому не выиграла спасибо что смотрели подписывайтесь на всех нас ну естественно едим тв подписывайтесь и включайте колокольчик не забывайте у всех присутствующих людей есть разные соцсети у лизы например телеграм и не только и не только у виталика есть лофт в котором можно отметить день рождения устроить корпоратив мастер-класс что-нибудь еще пространство которое можно снять ссылки в описании у феникса есть свой youtube канал который в каждую неделю он выкладывает там новые видео тоже заходите подписывайтесь и ссылки в описании если вы подпишетесь на наш патреон или на бусте мы будем очень рады ну или просто можете сдавать большое спасибо там дополнительные всякие фишечки и радости которые вот мы сейчас будем доснимать но это не войдет в основной выпуск вероятно если вам нравятся наши футболки кроме лизины лизина белого как не сами там разберетесь а это вообще-то можете купить если хотите у нас мерч такой там много всяких разных вариантов тоже ссылки все в описании спасибо большое что смотрели до новых встреч из главное дизайна с дизайном это хорошая фишка реально совпало когда он расставил я подумал вот сто процентов вот это будет самое говно и это реально самое говно потому что не могут люди которые сделали такой дизайн сделать что-то с хорошим вкусом это невозможно напомни как как правило дизайнеры и люди которые на технологии они это раз так это компания же одна и если ты на хреновых дизайнеров то и технологов ты наймешь такие же самые или подъявления ну да нет но в этом есть конечно какой-то смысл в том что ты говоришь хотя я считаю фанки манки кстати я считаю неплохой дизайн для середины нулевых да ну нормально дизайн я просто а вот эти где-то вот инбитвен слушай ну как бы кул кола как бы она сделала до пепси ну и типа немножко кока-колы но и вот это еще не очень название фанки манки тоже название не очень во всяком случае вот я бы защищаю фанки манки не по вкусу а почему привыкли потому что пьют давно потому что она нормально и так далее если у тебя будет говняный дизайн ассоциироваться чем-то хорошим тебя будет казаться что это хороший дизайн